Медицинский центр призма наш постоянный друг и партнер а мы продолжаем прямые эфиры на укрлайф тиви дмитрий корнячук у нас в студии дмитрий здравствуйте рада вас видеть здравствуйте ну и конечно а нормандии потому что знаете как не зарастет народная тропа вот наверное разрешите это перефразировать эту фразу сказать что очень живо дискутируется что же случилось нормандии какие перспективы чего ждать в двадцатом году исходя из коммунике которая была подписана в нормандии давайте вот прям с этого и начнем да ну я так понимаю что у нас уже там все уже отхвалили президента какой он хороший как он не сдал национальный интерес и даже скажу больше президента уже отхвалил сам великий оппозиционер порошенко и все прохаботы которые сразу же после саммита свернули майдан рассказал о том что в принципе никакой зрады в нормандии не было все в порядке так что я думаю что все все патриотическое крыло страны должно было успокоиться раз уж сам пётр алексеевич сказал что никакой зрады не было значит все в порядке но мы будем зраду находить потому что на самом деле она есть то есть все-таки нашли в зраду да причем ее немало есть о чем поговорить ну начнем с того что все то что вбрасывалось в информационное пространство в день проведения саммита после дня дня проведения саммита только большое огромное количество фейков со стороны команды зеленского со стороны там всяких экспертов с ними работает там и прочих было призвано создать некую виртуальную картинку того что владимир александрович там чуть ли не на равных с путиным встречался заглянул ему в глаза как он обещал там вот таким знаете тот на него посмотрел с должным уважением потом они вот сидели вместе на пресс-конференции это вот ну короче вот зеленский не подкачал молодец национальные интересы не сдал и прочее прочее ну вот это вот виртуальная картинка которая создавалась в этом помогала наша фейковая оппозиция в лице порошенко которая как я постоянно говорю сотрудничает вместе с властью потому что зеленский и есть преемник порошенко поэтому тесная связка между порошенко и там зеленским коломойским как была так и остается то есть грубо говоря когда уже патриоты говорят о том что там зеленский не сдал интереса это вот все уже должны точно поверить что все было нормально но и среди вот этих вот фейков которые вбрасывали частности самые смешные были от авакова о том как зеленский якобы делал какие-то замечания лаврову за то что тот кивал головой потом как якобы бросался там чуть ли время переговоров документами там истерично бросался сурков и прочее прочее но мы прекрасно понимаем что я все ждал что может быть они скажут что зеленский путину сделал замечание время переговоров а потом же вспомнил что поскольку все наши политики вот эти все фейки вбрасывают с разрешения москвы то есть определенная субординация то есть можно смеяться для общего дела над боярами но там над лавровым там сурковым там в рамках фейка да но нельзя трогать самого владимир владимировича поскольку его авторитет должен быть неприкасаем но а теперь по существу значит ну начнем с того что большая часть тех доверенностей которая там которых говорилось и которые были заключены они были согласованы еще начиная с момента прихода президент зеленского к власти согласованы были еще в августе на встрече советников глав нормандской четверки в частности был присутствовал тоже сурков присутствовал приставка там были согласованы шаги и скажем так был выставлен тот ультиматум со стороны путина после после которого вообще этот саммит мог состояться в частности разведение войск в трех точках и согласие украины на формулу штейнмайер и я просто и несмотря на то что нам пытаются сказать что форму штейнмайер да это просто там ничего не значащая вещь это очень важный документ это ключ это ключевое условие которое надо было путину потому что формула штейнмайер подсматривает что закон об особом статусе донбасса вступает в действие в день проведения местных выборов на донбассе даже без подтверждения их демократичности то есть вступает на временной основе а потом когда там там обсе и все согласятся с тем что все было там честно проведено тогда он вступает на постоянной основе но мы понимаем что как только этот закон вступит вообще в действие на даже временной основе никто его уже не будет отменять независимо от того как будут выборы на донбассе этом условно насколько честно проходить и это то что надо было москве это то на что конечно же согласился зеленский это то что записали в итоговом документе нормандского саммита то есть там черным по белому то о том что формула штейнмайера будет инкорпорирована до вписано говоря простыми словами в закон об особом статусе донбасса и несмотря на тот белый шум который сейчас там создают в команде зеленского и там всех тем служащих политологи что мол вы не переживайте скорее всего эту форму штейнмайера никто не будет никуда записывать и прочее прочее если путину надо эта формула будет записано просто это будет сделано в прошлом году а сейчас надо отвлечь внимание общественности от этого шага просто это будет сделано в следующем году ну конечно Это будет сделано в следующем году, когда поутихнут эмоции после проведенного саммита. Сейчас надо максимально замылить перед обществом то, что Зеленский полностью выполнил то, что хотел от него Путин. Это формула Штеймайера, это первый момент. Второй момент, очень важный, который записан в итоговом документе. И сейчас у Зеленского, и не только у Зеленского, и у наших условных оппозиционеров в лице Порошенко и прочих, стараются максимально отвлечь внимание общественности от этого пункта, о том, что Зеленский согласился, и это записано в итоговом документе, с тем, что будут внесены соответствующие изменения, в законодательство, с тем, чтобы особый статус, особенности самоуправления, особенности территорий Донецкой и Луганской области были закреплены на постоянной основе. А это, говоря простыми словами, изменения в Конституцию. То есть то, что записано в Минских соглашениях, и то, что надо Путину. И Зеленский под этим подписался. Мало того, у Зеленского ничего умнее не придумали, как попытаться это зашифровать тем, что неправильно перевели на украинский язык итоговый документ в Нормандии. И прописали там особенности самоуправления, не особенности, с маленькой буквы, а почему-то туда вписали закон об особом статусе Донбасса. То есть якобы Украина взяла на себя обязательство подумать над тем, чтобы закон об особом статусе Донбасса действовал на постоянном основе. Но на самом деле там говорится об особом самоуправлении, не о законе, а о том, что в Конституции будет прописано. И уже, кстати, по этому поводу в Москве подняли шум, подключили товарищей СЛДНР, которые сегодня выступили с заявлением и сказали, что пока Украина не даст правильный перевод итогового документа Нормандской декларации, и не скажет, что там действительно речь идет об изменениях в Конституцию, никакого обмена пленными не будет и никакого дальнейшего продвижения по Минску не будет. Кстати, Россия дала правильный перевод или полный перевод? Конечно. И там так и написано. Ну естественно. Просто и Зеленский знал... А может Россия дала неправильный перевод, а мы дали правильный перевод. И Зеленский знал, на что он соглашался. То есть все эти россказни о том, что Зеленский приехал, отстаивал позиции Украины. Ребята, значит, я всем говорю, если бы не были согласованы итоговые документы саммита еще за несколько месяцев, то никакой бы саммит не состоялся. И у того же Суркова говорили о том, что согласованный итоговый документ Нормандского саммита. То есть все заранее знали, какие обязательства берет на себя Зеленский, что он подписывает и прочее, прочее, прочее. То есть никто там не писал вот эту бумажку по итогам двухчасовой встречи. Ну там больше двух часов Нормандской четверки. То есть никто там еще не записывал. А вот этот, ну для того, чтобы скрыть то, что Зеленский согласился выполнять все условия Путина, ну с барского плеча разрешили разыграть вот такой, знаете, конфликт якобы между Путиным и Зеленским по поводу границы. Мол, Зеленский отстаивал момент, что сначала Украина получает границу, потом проводятся местные выборы. А Путин там настаивал на своем, сначала проведение местных выборов, потом получение границы. Подождите, подождите, какая разница, о чем говорили? Записали-то в начале выборы, потом границы? Формулу Штайнмайера же записали? Это она же эту формулу предполагает? Нет, смотрите. Формула Штайнмайера касается только внедрения закона об особом статусе. Там нигде не говорится о границе. То есть это отдельный момент. Но он записан в Минских соглашениях. В Минских соглашениях записано сначала проведение выборов, потом доступ к границе. И вот Зеленский там имитировал отстаивание позиции Украины, что вот мы сначала хотим контроль за границей, а потом проведение выборов. Путин вот на пресс-конференции потом рассказывал, что нет, вот я могу персорогом, надо выполнять Минские соглашения, так как это все записано. Ну, то есть такая, знаете, разыгрывается якобы там имитация конфликта. И в данном случае здесь как бы Россия уже помогает Зеленскому. Потому что, ну, нельзя же там всем показать, что Зеленский согласился на все условия Путина. То есть понятно, что Зеленский будет выполнять Минские соглашения, но надо, знаете, еще пободаться, ну, для виду. Вот поэтому оставили вопрос за границей. И одновременно с этим берут интервью Авакова в Париже, который начинает рассказывать. А вот знаете, вообще, на самом деле, ведь вопрос границы, ну, он же не такой существенный, вот как мы вот говорим. Ведь не обязательно, чтобы Украина получила доступ к границе, например, за месяц, до проведения выборов. Это может быть, например, за два дня до проведения выборов. Ну, знаете, вот такое, то есть уже готовится общественное мнение, что не так важно. Ну, то есть сначала выборы или доступ к границе, или нет. Потому что, знаете, сначала будут говорить о том, ну, может, мы доступ к границе получим за два дня, а потом, а может, вообще в день проведения выборов получим доступ к границе, а может, после проведения выборов, ну, так, как, собственно, и записано в Минских соглашениях. То есть, и плюс, также Аваков, когда мы говорим о безопасности, Аваков, когда у Авакова спросили, а как вот будет контролироваться безопасность проведения выборов, Аваков говорит, ну, как, ну, вот зайдет туда украинская полиция, и вместе с представителями, там, вот, народно, как я вам сказал, территориальных общин, проще говоря, там, народной милиции, будет вот патрулировать территорию, чтобы все было честно, хорошо. Ну, а что такое народная милиция? А народная милиция, это все те же, там, ну, как бы, первый, второй армейский корпус ЛДНР, ну, который там находится, ну, они, там, поменяют, там, нашивки на народную милицию. Мало того, мы прекрасно еще должны понимать, что многие аспекты по выполнению, там, того же графика и по выполнению милиции соглашения обсуждались кулуарно, не были внесены в итоговый документ, но о них уже несколько месяцев говорят у Зеленского, потому что, если внимательно, то есть готовят общественное мнение, то есть, если внимательно слушать команду Зеленского, например, можно услышать о том, что готовится закон о проведении местных выборов, в Украине, скорее всего, он будет, будет сделано проведение местных выборов по мажоритарной системе, и по такому же закону по мажоритарной системе будут проведены выборы на Донбассе. Зачем это делается? Потому что, что такое мажоритарная система? Это само выдвиженство. Ну, на местах, да, конечно. То есть, прекрасно понятно, что никакие украинские партии не будут принимать участие о выборах на Донбассе, и никто за эти партии не будет голосовать. То есть, ну, надо же как-то легализировать там всех местных политиков, поэтому будет введена мажоритарная система, и все там местные политики, чиновники, ну, кого там выберут пророссийские, как эти само выдвиженцы, зайдут в местные органы советов, там местное правительство, и, по сути, ну, как бы мы с помощью украинского законодательства проведем легализацию, ну, там, всех пророссийских политиков в местные органы власти. Это то, что так же надо Путину, и то, на что согласен Зеленский, и к этому нас уже готовят. Потому что нигде в Минских соглашениях не записано о том, что местные выборы на Донбассе должны пройти по мажоритарной системе. То есть, это наше ноу-хау, я думаю, согласованное с Кремлем, которым у нас готовят. Дальше, перед поездкой в Минск Зеленский, выступая там у Шустера, куда он ходил, рассказывал о том, что, скорее всего, местные выборы на Донбассе пройдут осенью 2020 года одновременно со всеми местными выборами в построении. Зачем это делать одновременно? Для того, чтобы, скажем так, сбить фокус внимания к этим выборам на Донбассе. Ну, чтобы, грубо говоря, все украинцы были заняты своими местными выборами и особо не следили за тем, что будет проходить на Донбассе, какие политики туда будут выдвигаться, как будут проходить выборы. То есть, опять же, понятно, что все это согласовано с Кремлем. Дальше. В команде Зеленского рассказывают о том, что мы готовим изменения в Конституцию. Формально они будут называться изменения в Конституцию о децентрализации. То есть, мы будем децентрализировать. И там, рассказывая про децентрализацию, так, знаете, осторожно говорят, ну и вот там мы впишем децентрализацию Донбасса. То есть, что значит децентрализация Донбасса? Это особый статус Донбасса, то есть, то, что надо Путину будет вписано в Конституцию. Ну, по сути, это и будет начало федерализации, о которой мы постоянно говорим. Поэтому на нормандской встрече ничего не решалось. То есть, сразу после прихода Зеленского к власти шли тесные консультации между Киевом и Москвой. Были достигнуты договоренности, а я думаю, что, в принципе, они, скорее всего, были еще и до выборов достигнуты через те каналы коммуникации, которые есть. И Зеленский в рамках этих договоренностей, ведь не зря было там несколько телефонных разговоров с Путиным, полностью двигается в русле выполнения Минских соглашений. Но, происходит у нас там, знаете, влыка зрада, но эту же зраду надо как-то прикрывать. Вот как эту зраду? Ну, для кого-то зрада, для кого-то не зрада, ну, там, условно, да, за выполнение Минских соглашений. Вот тут на арену выходят наши псевдопозиционеры. Вот такие вот, как Петр Алексеевич Порошенко, которые, повторюсь, находятся в тесном контакте с Коломойским, с Зеленским, я думаю, с нашими кремлевскими товарищами, для которых он эти Минские соглашения подписывал, а после этого ему разрешили, тут еще и в Украине, оставаться играть оппозицию. Соответственно, как вот эту зраду надо было прикрыть? Собрать Порошенко-Майдан, а нет, сначала написать очень такой важный документ, ни о чем, под названием «Красные линии». Я его, знаете, несколько раз перечитывал, и вот все пытался, я себе подумал, вот даже, я не знаю, вот даже если бы на телекамеры Зеленский целовался с Путиным в обе щеки и рассказывал о том, что я готов выполнить соглашение, все равно бы это не было нарушения тех красных линий, которые записаны в той бумажке, которую придумали у Порошенко. Потому что, знаете, более размытые понятия, ну то есть специально были придуманы некие размытые понятия, которые Зеленский не мог нарушить. Ну, например, нет прекращения нашего евроинтеграционного и евроатлантического движения. То есть вот я себе пытался представить, что Зеленский должен был сделать на этом нормандском саммите для того, чтобы прекратить это движение. Ну, не знаю, выйти на пресс-конференцию с Путиным и сказать, мы с Владимиром Владимировичем посовещали и решили, что Украина в НАТО не пойдет. Вот это была бы перейдена красная линия. А так, видите, по итоговой декларации сразу же у Порошенко сказали, нет, нормально, красная линия, никто красной линии не перешел. Сворачиваем быстро Майдан. Ну и по сути, вот они провели вот эту вот для, грубо говоря, такой националистически настроенной части Украины провели легализацию вот этой волыкой зрады, которую провел Зеленский. Потому что, ну раз уж патриоты, вот эти вот, которые там стояли под администрацией президента, сказали, что зрады нет, тогда зрады точно нет. Ну, патриоты же не обманут. И Петр Алексеевич тоже, как главный патриот и борец против России не обманут. То есть, все идет по согласованному сценарию. Перед нами разыграют балаган. Дальше. Сейчас распространяют информацию о том, что Зеленский отстаивал вопросы Крыма. Я, знаете, и это много, кстати, многие об этом пишут, вот это вот, создают виртуальную реальность, что Зеленский не подкачал, он из-за грани, и по поводу границы с Россией в Минске соглашение говорил. И вопрос Крыма, вопрос Крым отстаивал. Я не знаю, где он отстаивал вопросы Крыма, потому что, когда он давал брифинг после нормандской встречи, у него спросили по поводу Крыма, подавал ли он этот вопрос, Зеленский начал там ерзать и говорить, мне не хватило времени. Понятно, что не хватило времени, потому что если поднимешь перед Путиным вопрос Крыма, так можно еще и по шапке получить, и там на рояле играть в итоге заставят. Потому что нельзя эти вопросы на самом деле поднимать. И понятно, что согласовано с Москвой, что Украина не поднимает вопрос Крыма, потому что Крым будет российским. И Зеленскому этот вопрос поднимать нельзя. Ну разве что тут у нас на телеэфирах рассказывать басни. Но на совместной пресс-конференции с Путиным в Париже нельзя говорить там про российского агрессора. Это запрещено. Про Крым нельзя говорить. Ну нельзя, потому что вот в Москве не разрешают такие вещи озвучивать. Ну ничего, у нас создается некая там, знаете, в СМИ параллельная реальность. Владимир Александрович поехал, ничего не сдал, не подкачал. Молодец. Он, конечно, вообще просто защитил национальные интересы. Вы только главное обратите внимание, как на следующий же день после Нормандского саммита сразу же в парламенте зарегистрировали законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года. Ну потому что, как бы, если ты берешь обязательства перед Путиным, то тут не балуются. Тут надо бежать и выполнять. Даже вот, знаете, бежать. Вот там Кардиенко, Рахами, я там, я не знаю, как они там. Выпущу, глаза мчали, срегистрировать этот законопроект, и в четверг они его будут принимать. Я думаю, это в первом, сразу во втором чтении, там с нарушениями регламента. Ну главное, потому что взяли обязательства в четверг принять. Вот такая вот... В четверг это завтра? Да, вот в этот четверг будут его продлевать. Поэтому, знаете, ну есть объективная реальность. Да, Зеленский выполняет все, что надо Путину. Плюс газовый вопрос. Мы же прекрасно понимаем, что когда на встречу Зеленского с Путиным приглашаются Миллер, там нового министра энергетики России, и с нашей стороны там тоже соответствующие лица, а после этого выходят и рассказывают, мы договорились договариваться, ну это басни пускай рассказывают, знаете, там детям. То есть никто не собирает эту встречу, если заранее все не договорено. То есть там просто ударили по рукам. То есть, грубо говоря, на этой встрече Путин согласился, ну там осветил с собой тот вариант газового транзитного контракта, который будет, и скорее всего тот вариант нового, я так понимаю, контракта по закупке российского газа со стороны Украины. Ну нельзя же после этого выйти на пресс-конференции честно об этом рассказать. Поэтому нам рассказали о том, что мы договорились о том, что мы вместе с нашими европейскими партнерами, потом соберемся в Вене и будем обсуждать. На самом деле все уже обсуждено и договорено, и подписать надо где-нибудь там 30-го или 31-го декабря, ну когда уже новогодние праздники, когда украинцы уже заняты там, знаете, подготовкой к новогоднему столу. То есть им сейчас, ну и там не до зарады, там, знаете, не до таких высоких материй. Вот самое время для подписания нового газового контракта. Поэтому, ну, я не знаю, ну, все идет по российскому сценарию. А все идет по российскому сценарию в рамках все той же большой сделки, о которой я говорю, там, с 2017 года. Интересно, вы сейчас в игру ввели Соединенные Штаты Америки так? Так легко, легко так. Ну потому что в рамках большой сделки Украина полностью отходит Путину. И все, что происходит в Украине, все идет по российскому сценарию. Поэтому Соединенные Штаты не вмешивались в президентские выборы, которые проходили. Постоянно заявляют о том, что выполнение Минских соглашений это там величайшее благо человечества. И мы поддерживаем Украину для выполнения Минских соглашений. Минские соглашения это хорошо. Ну, Трамп говорил, помните, на встрече с Зеленским о том, что вот вам с Володей надо договариваться. Ну, так отлично, пошли с Володей договориться. Один Володя пошел и договорился с другим Володей. Ну, как Трамп, собственно, осветил собой. То есть вот так вот выглядит большая сделка. То есть когда делятся сферы влияния. Вот Соединенные Штаты не лезут во все, что происходит в Украине. Соответственно, если не лезут в Соединенные Штаты, все тут происходит по российскому сценарию. А как же заявление Госдепа, которое все время говорит, правильной дорогой идете, товарищи. Мы поддерживаем очень устремление к миру. А это информационная поддержка. То есть это вот, если бы не было официальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, то могло бы закраситься подозрение, что какая-то зрада происходит. Ну, скажем, мы тут. А тут Вашингтон говорит, никакой зрады нет. Все правильно, это выполнить Минские соглашения. Мы только сейчас поддерживаем. Молодцы, хорошо, что договорились. Вот так вот выглядят договоренности, где объектом является Украина. А мы же прекрасно понимаем, что в Украине, если не конкурируют между собой два геополитических игрока, то наша национальная элита подыгрывает только одному игроку. Потому что, на самом деле, беда Украины заключается в том, что у нас же нет национальной элиты. То есть украинские политики, президенты, олигархи, это все люди, которые, сбитое выражение, торгуют родиной. Ну, кому родину продать подороже, чтобы себе что-то получить? В данном случае, здесь есть четкие договоренности с Москвой. Причем, я так понимаю, что они шли по линии Коломойского еще до президентских выборов. И в Москве давали добро на Зеленского. То есть он их устраивал, потому что коммуникаторы сказали, этот артист вам все подпишет и будет выполнять, и не будет переживать за свой рейтинг. Потому что, в отличие от остальных украинских политиков, которые всегда вынуждены ерзать, потому что они хотят остаться в политике, Зеленский не пришел оставаться в политике. Я даже не уверен, что он собрался на пять лет оставаться. Он пришел под конкретные задачи. То есть ему платят за роль президента и за выполнение задач, он эти задачи выполняет. Ну, а там окружающие политтехнологи и прочие должны беспокоиться за его рейтинг, для того, чтобы все-таки большой рейтинг должен оставаться, чтобы этим рейтингом осветить все то, что происходит. Выполнение минских соглашений, продажу земли и прочее, прочее. Ну, то есть, когда президент с рейтингом 60% или 50% родину продает, ну, это считается, как вот, значит, вся страна согласна. Ну, а если у президента уже, знаете, там рейтинг 15%, ну, значит, страна не согласна с продажей родины. Поэтому надо поддерживать вот этот вот его высокий рейтинг. Но Зеленский не переживает. Поэтому все, что Зеленский делает, там, по выполнению минских соглашений, там, по новому газовому контракту с Россией, там, по продаже земли, по продаже наших стратегических предприятий, и многое-многое другое, его это, знаете, особо, ну, как бы не волнует. То есть, ему говорят, ты должен делать то. Он это делает, собственно, ну, за это. А за это, например, «Слугу народа» запускают на российских телеканалах. Вы имеете в виду сериал? Сериал «Слуга народа». Мало того, он запускают на канале ТНТ, который там с многомиллионной аудиторией. Газпромовском канале, кстати. И сразу же, сразу же выходит темнику всех парахоботов о том, что это подстава для Зеленского. На самом деле, это Путин так мстит Зеленскому за то, что Зеленский не придал национальные интересы на встрече в Париже. Ну, это все там, такое же мы вместе видели Порошенко, но его фабрики Липецкая, которая работала, по-моему, до 17-го года спокойно себе работала, особенно в активную фазу войны. Нормально там делались конфеты, наполнялся российский бюджет, ну, нормально. Ну, это тоже была месть Путина Порошенко за его, там, назламную позицию. Ну, это весь этот балаган. Поэтому вот такая вот ситуация, вот то, что мы в итоге получаем. И мы прекрасно понимаем, что если есть лояльный к Москве политик, то есть полностью лояльный, плюс лояльные полностью олигархи, которые его контролируют, потому что всем нужен российский рынок, они все хотят что-то от России. И Ахметов хочет что-то от России. И Пинчук, которому закрыли российский рынок. И Коломойский, который оттуда получает дешевую электроэнергию. Фирташу и компанию, которым нужен дешевый российский газ. То есть всем все надо от Москвы. Поэтому, соответственно, они будут делать все, что Москве надо. И подпишут новый газовый контракт о покупке российского газа. Мало того, тарифы после этого для населения дешевле не станут. Потому что что есть прямой газовый контракт? Это коррупционная рента, которую ложат в карман наши олигархи и наша власть. То есть они всегда, сколько я помню, десятилетия зарабатывали на российском газе. То есть это те деньги, которые они ложат себе в карман. Ну да, это такая взятка. Вы у себя тут будете этим. Но никто не будет снижать тарифы для населения. Поэтому, знаете, когда нам рассказывают, как хорошо, что будет новый газовый контракт с Россией, сразу же тарифы снизят. Не будет никто снижать тарифы. Мы должны это понимать. Потому что на этом зарабатывают наши олигархи. И Зеленский не пришел снижать нам тарифы. Нет, Зеленский нам, конечно, рассказал, что следующей зимой, следующей, тарифы будут ниже в два раза. То есть вы этой зимой платите по этим тарифам, которые вам Порошенко сделал, 12 раз выше, чем было по сравнению с 2014 годом. А потом, через год, наступит коммунизм. А потом, через год, окажется, что опять они не могут снизить тарифы, потому что есть какая-то там сложная формула, которая смешивает российский газ с украинским газом, потом с тайваньским газом, с туркменским, со словацким и прочее. В итоге получается, что все равно мы не можем снизить тарифы, но вы держитесь. Вот такая вот ситуация. Дмитрий, ну, спасибо вам огромное. Вот у вас всегда особый взгляд на происходящее событие в Украине. Это вот правда. И видите, теория, оказывается, большой сделки все-таки жива. Раз уж заговорили о большой сделке, ну, коротко скажите, как думаете, что импичмент грозит Трампу или нет? Тогда же большая сделка, она как-то так... Ну, смотрите, во-первых, понятно, что никакого импичмента Трампу не будет, потому что, я об этом постоянно говорю, что республиканцы контролируют Сенат. Поэтому не будет никакого импичмента. Почему Путин спешит с выполнением Минских соглашений до 2020 года? Потому что до конца 2020 года президентом остается Трамп. И, соответственно, Соединенные Штаты не будут лезть в то, что происходит в Украине. А если выиграют демократы, ситуация может поменяться. И, как бы, вот этот вопрос очень Москву напрягает. Мало того, я бы обратил внимание, что сразу же после вот этой нормандской встречи Лавров едет и встречается с Помпео. Да. То есть будут садиться и обсуждать. То есть американцы будут говорить, ну, значит, мы вам по Украине помогли. Давайте же уже, как бы, помогайте нам новый саммит с Кимченой нам проводить. Поража же нас опять скорее мирить. Давайте там что-нибудь еще в Сирии поделим. Давайте с Ираном будем как-то договариваться. И многое-многое. Духой, ну, я сейчас не хочу на этих аспектах останавливаться. Мы должны за себя переживать. Но, понимаете, большому сожалению, мы ничего не можем сделать. Вот, ну, люди ничего не могут сделать. Ну, люди же пошли, избрали Зеленского президента. Ну, значит, люди же понимали, что Зеленский будет делать. То есть когда Зеленский говорил о том, что он будет там нести мир, то есть все себе отдавали отчет, что это будет. Ну, то есть как этот мир будет выглядеть. То есть понятно, что раз вы избрали Зеленского, значит, он будет выполнять Минские соглашения и совершать, вот, знаете, вылыку зраду или не зраду, там, ну, для кого как. Но есть другие аспекты. Например, продажа земли. Нам рассказывают о том, что это вот американцы там лоббируют. А у меня вообще сами вайс, на самом деле, что это лоббируют американцы. Это наши олигархи, которые давным-давно уже, ну, наши олигархи плюс там транснациональные корпорации, которые вошли уже в капитал наших компаний, решили пока вот такой замечательный президент, который готов всем во всем помочь, завершить процесс покупки земли. Потому что во многих регионах, на самом деле, земля, ну, как бы формально остается в аренде. Готовы давно уже все документы там, ну, там, на покупку-продажи. Просто все ждали снятия моратория. И все заинтересованы. Я напомню, даже Порошенко, потому что у Порошенко там больше 100 тысяч, у компании аграрной больше 100 тысяч гектаров земли находится в аренде. И Порошенко тоже заинтересован в процессе продажи земли, чтобы сейчас втихаря ее купить. Там и аграрные олигархи, я думаю, и Пинчук заинтересован в этом вопросе. И Коломойский, скорее всего, заинтересован в этом вопросе. То есть здесь сошлись интересы наших олигархов в том, чтобы распродать землю. Мало того, нам уже тут пообещали новую замечательную программу с Международным валютным фондом. Еще очередные 5 миллиардов мы будем кредита брать. Ну а мы прекрасно знаем, как у нас эти кредиты заходят, а потом, куда эти деньги исчезли, никто не знает, включая Международный валютный фонд. Но уже рассказывают, что там одно из требований, якобы требования, у нас всегда требования международного, то есть это всегда не мы, это все Международный валютный фонд. Одно из требований это то, чтобы не снижались тарифы. То есть это то, о чем я говорю, когда мы заключим контракт о прямых покупках российского газа, который все это дешевле будет заходить, и наши олигархи на свои промышленные предприятия будут этот газ брать, когда население скажет, а где же снижение тарифов? Скажет, ну посмотрите, Путин же сделал все, что мог, он же дал дешевый газ, видите, какой хороший человек. А Международный валютный фонд и рука Сороса, и нога Сороса, там, уши Сороса и прочее, вот выставили нам требование, что мы не можем снижать тарифы. То есть разыгрывается вот это, знаете, Между собой человек. Поэтому, что я хочу сказать, что на самом деле все, что идет в Украине, и при президенте Порошенко, и при его сейчас ставленнике, там, правонаступнике, наследнике Зеленском, все идет по российскому сценарию. Но это все становится возможно благодаря нам, украинцам, потому что мы избираем этих людей. Мы избрали президента Порошенко в первом туре. Мы бежали, голосовали за Зеленского в каких-то мифических надеждах, хотя, ну, здраво, мне было понятно, что это не самостоятельный, как бы, игрок, за ним стоит Коломойский, ему подыгрывает власть, и понятно, что он будет делать то, что надо олигархам. Ну, да, провели хорошие политтехнологии, люди на эти политтехнологии повелись, проголосовали. Потом на парламентских выборах проголосовали, дали еще монокоалицию «Слуги народа». Поэтому, знаете, с одной стороны, у нас все идет по российским сценариям, которые здесь реализовывают олигархи и наша национальная элита, потому что я их не считаю элитой этих людей. Они для меня вообще все люди никто. То есть я их не считаю политиками. Ну, какой политик? Ну, давайте вспомним, кто был такой Порошенко до выборов, ну, президентских, который мечтал, знаете, стать мэром Киева. Ну, он много кем был. Он был и министром иностранных дел, и министром экономики, и главой РНБО. Да, но на уровне тех политических фигур, которые были в то время, он был во втором или третьем эшелоне. Точно так же мы можем... Кто-то нам звонит прямо в прямой эфир практически. Ну, мы их остановим и сможем договориться. Да, да, да. Или кто такой Зеленский? Ну, какой с него политик? То есть понятно было, что это полностью зависимый человек, который не будет отстаивать национальные интересы, и он ничего не обещал, на самом деле, на президентских выборах. Поэтому мы за этих политиков голосовали, и мы все несем ответственность за то, что они будут делать, потому что ни Трамп и ни Путин вбрасывали бюллетени в избирательные участки. Поэтому мы сделали такой выбор, и мы за него должны нести ответственность. Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были гостем нашего прямого эфира. Мы были очень рады вас видеть. Спасибо вам большое. Дмитрий Корничук был сегодня у нас в гостях, за что мы ему очень благодарны. А вы оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу прямой эфир, и, конечно, наш партнер, медицинский центр «Призма». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok